Всем привет! Я Артур, я играю в команду около трех лет. Я обожаю этот формат за огромное количество синергий и техов, которые можно в нем реализовать. И сегодня мой командир Филдогриф. Это Вольтрон колода, целью которой является пронесение командирского дамага в лица оппонентов. Но за простым планом на игру кроется множество секретов. Всем привет! Меня зовут Лев Котляр, я судья третьего уровня из города Москва. Я играю в магию уже около 20 лет. Из них последние почти восемь лет я являюсь судьей. За моими плечами опыт судейства турниров от местных FNM чемпионатов России до международных турниров от гран-при до про туров. Я играю в командир уже почти восемь лет и я обожаю этот формат за то, что я могу играть в нем практически всеми карточками, которые мне нравятся. И сегодня я буду играть Бруди Кладом. Мой план немножко разогнаться по мани, немножко проконтролировать стол, поставить много фишек и поставить какую-нибудь одну большую фишку, чтобы раскопировать ее на всех и убить моих оппонентов. Всем привет! Меня зовут Виолетта и я не играю в командир. Но парни позвали меня сегодня к себе за стол и я не смогла им отказать. Самые сильные карты, дружеская обстановка — это то, что мне нужно. И было бы прикольно выиграть у них с первого раза. Сегодня мой командир — The Old Dragon. Он удешевляет всех драконов в моей колоде на один. Соответственно, я могу быстро и агрессивно неставлять своих больших существ. Всем привет! Меня зовут Никита. Я уже играю в командир 4 года и это мой самый любимый формат. В нем я обожаю делать большие взрывные ходы, разгоняться по мани, брать много карточек. И мой сегодняшний командир — Амнат, очаг великого вала, позволяет мне делать именно это. Мой сегодняшний план на игру — это активировать как можно больше способностей землепада и разыгрывать ход за ходом громадные большие заклинания, пока моих оппонентов не смоет чистым потоком вэлью или ментабель. Какой же он классный! Сегодня я больше всего боюсь Никиту. Его колода немного медленная на старте, но в конце она может очень сильно удивить из-за своего большого количества ресурсов. У каждого из моих оппонентов за сегодняшним столом довольно сильные колоды и сильные генералы. Но больше всего меня напрягает Артур с пельдогрифом. Стратегия Артура — Вальтрон довольно редко встречается за столами, в которых я играю, поэтому моя колода, наверное, не очень заточена на то, чтобы бороться с ним. За игровым столом я больше всего боюсь Артура. Вы видели его? Такого милого командира, но я знаю, что он делает на самом деле. Сегодня все оппоненты крайне интересны. Но прежде всего я буду следить за Вилетом. Дело в том, что я уже играл с ней в видео по формату схватка, если, кстати, вы его не видели, посмотрите, обязательно гляньте в аннотации. И с ней я уже себе набил шишек. Сегодня она будет играть колоду на драконах, колоды еще опаснее и свирепее. Мне надо быть очень осторожным. Я начинаю. Беру за фронт-карту. Играю в Ветреную пустошь и передаю ход. Возьму карточку. Я сыграю остров. Сыграю за остров Сол Ринг. И за Сол Ринг я еще сыграю Изер Тигнет. У тебя карта в руке так закончится. Передал ход. Воу, вот этот старт, конечно, на первый ход. Это идеальный заход для любой колоды. Жаль только, что он не у меня. Я, пожалуй, по-простому, с Триома. Окей, взял карту. Давай. Сыграю Дебри. В конец хода я взорву фечку. И найду Риддинпул. Антаб. Заход. Командная башня. И... Передал. Твори лев. Я развернусь. Возьму карточку за ход. Сыграю Серный водопад. И я сыграю трофей пирата. Я возьму две карты и создам одну фишку клада. Четыре маны. У тебя есть фишки? Есть. Тут у меня фишка клада. Красиво. На этом все. Передам ход. Разверну свою единственную демельку. Возьму карту. Поставлю... Наверное, еще... Сейчас давайте подумать. Я, наверное, поставлю повернутую демельку. Ход передам. Что я, в конце этого хода хочу взорвать перерывающие дебри. Поискать. Остров вышел повернутый. Начинает мой ход. Разворот. Делаем карту. Давайте. Я сыграю лес. И передам ход. Дроза ход. Сыграю собор войны. И земля с Экзалтоном. И передам. Я развернусь. Я сыграю еще один остров. Я разыграю своего командира. Ну что ж, пора начинать движуху. Игра, по сути, только началась. А бруде клад уже на столе. Еще круг, и он начнет делать очень неприятные вещи. Благо, у меня есть на это ответ. Бруде клад выходит на поле боя. И я хочу начало битвы. Что я хочу ответить на это. Давай. За две маны я хочу тебе его изгнать. Хочу жить реальности изгоняя твое существо. Хорошо. Бруде клад изгнан. Я могу воплотить карточку верхней. Хорошо. Тогда на этом все. Перевол ход. Развернулась, взяла карту. Я думаю, что в таких случаях не нужно тоже как-то рампиться. Я хочу 3-культивейт. Еще два базика. Положу один на поле битвы, а один в руку. Я думаю, что синий положу на поле битвы. Красный я беру в руку и ход передам. Я тогда разворачиваюсь. Взял новую карту. Так-так-так. Хорошо. Сыграю гору. За три маны я хочу разыграть друида весеннего роста. Который позволяет мне пожертвовать землю и поискать две новых. Я хочу взорвать лес. Я подумал, что мне лучше поискать лес и остров. И передам вход. Всего одна земля. И я смогу разыграть своего командира. Антаб. Дро. Окей. Это плохо. У меня будет гениальный плей. Это Eternal Witness фечку. Линдроп заход. То есть ты вернул фечку. И я ее сразу взорву. Найду белый-синий шаг. Передал. Я развернусь. Возьму карточку за вход. Выложу фечку. Тогда я сделаю. Так, я взорву фечку. У меня будет 39. Стименс выйдет развернутый. Первая кровь. Уже не первая. И за три маны я скажу еще один камешек. Угу. У камешков такая манная. И... Пожалуй, схожу в атаку. Схожу в атаку на Никиту. Блоков нет. Вот теперь настоящий первый кровь. И передал ход. Все, это не что-то... Соградочно злое. Возьму карту. И это мой шанс вырваться вперед. Мне нужно разыграть разгон. И следующий ход я смогу поставить всех своих существ. Осталось только убедить льва, что мои карточки не опасны. Поставлю землю. И я хочу разыграть тоже камешек. Позолоченный лотос. Плохо. Все не против? Да. Все отлично. Тогда если я добавлю три зеленые маны. и разыграю дриаду и линзийской рощи. Это больно. Неплохо. Наверное, я попробую тебе отказать в дриаде. Попробуй. Линзийской рощи. Я не знаю, почему они тебе парят. Еще не парят, действительно, да. Все, вышел. Тогда я делаю дополнительный ландроп. Какую-то земельку еще одну. И передаю ход. Окей. Начало моего хода. Разворачиваюсь. Беру карту. Дю-дю-дю-дю-дю. Интересненько, интересненько. Дела плохи. С землями не приходят в руку. А они, по сути, моя основа колоды. У меня, правда, есть планы этот счет. Я хочу разыграть. Тигель миров. А вот теперь я тебе, наверное, откажу. У нас будет спалс-вындл. Ты сделаешь себе три клада. Тебе все растение. Больно, больно. Хотелось бы поконтрить, конечно, что-то более сочное, но тигель миров нельзя пропускать. Да. Ответа ничего нету. Зато я пойду в атаку на тебя. Можно было. Хорошо. Я потерял один хит. Передал. Окей. Можно было лотус поконтрить. Дро. Самое время сыграть командира. Кто-нибудь отмените это. Отмените это. Играю Филдогрифа. Ну что, что? У кого есть? Да посмотри, как он у меня же как. Он же милый. Я смог разыграть своего командира и прикрыть его от синей маны. Дела идут лучше. Вы видели этого розового бегемотика? Вы вообще знали, что есть такие карты в магии? Он же самый милый на свете. Сыграю. Первый умрешь. Мокс Эмбер. Ага, который тоже ману дает. И передам ход. Возьму карту за ход. Сыграю землю. И попробую сходить в атаку. Так, так, так. А кого же? Того, кто не может меня блокировать фиктивно. Никита Бедащитин. Никита Бедащитин. Я бы хотела взорвать фичку. В конце твоего хода. Я найду трем. Положу трем. И начну свой ход. Поскольку мне не повезло играть сразу после тебя, я бы попросила тебя, перед тем, как я начну разыгрывать, ничего мне не контрить. Ну, я подумаю. Расскажи, что ты подумаешь дважды. Я подумаю дважды. Я послушаю твои аргументы в пользу того, чтобы что-то не контрить. Я бы ее очень слушал. Хорошо. Я положу землю. И начну разыгрывать с пылы. В первую очередь я разыграю Dragon Nest. Dragon Tempest. Это дает хосту всем моим драконам до конца хода. И каждый раз, когда дракон выходит на поле битвы, я могу нанести какое-то количество дэмэджа в игрока или в существо, или в фэнсволкера. Нет. Ну, в любую цель. Да, в любую цель по количеству драконов на контроле. Я. Можешь что-нибудь с этим сделать? Потому что это очень опасный чар. Самое время думать дважды. Нет. Ничего не хватит. Нормальный чар. Нормальный чар. Мне она тоже нравится. Дизенчанты все в зеленом. Что? Я так скажу. Тогда к одной красной мане с пулей я добавлю одну зеленую, одну синюю, ставлю еще одну чару. Возвращение Тимура. Больше хосты. Еще хосты. Еще немного ускорение. И каждый раз в существо силы четыре или больше выходит на поле битвы, в данном контроле могу взять карту. Да. Да. Это произошло. И тогда я хочу разыграть своего первого дракона, Николу Болоса, за три маны. За черную, за синюю, черную. У тебя дряд или здесь ковроч. А, да нет. Ну, я все равно. Да. Вот. Можно? Можно. Конечно. Каждый из нас скидывает карту. Поскольку он вышел на поле битвы, да, давайте каждый из нас бросит карту. И я на ней хочу нанести один урон в битвы. Давай сначала мы сбросим карту. Да. Так, так, так. Моя вакуум команда не набила. Фактор фикшн. У меня комбат целибратов на кладбище. Так, теперь триггер из чарок. Я хочу нанести один дэмэдж в битвы. Да. И я хочу взять карту, поскольку у меня вышла сила, существует четыре или больше. Существует силы четыре или больше. И у меня есть у него ускорение. Я хочу пойти в атаку. И я думаю, что я пойду на Артура. Справедливо. Вы заискивающие еще на тебя посмотрели. Может, блокируешь? Я закончила свой факт. Я разыграла все, что хотела. На столе то, что нужно. И я уверена, парни в страхе. Двое игроков уже расставили столы, а у Артура вообще громадный розовый бегемон. Я очень сильно позади. Мне нужно для моего же блага снизить темп игры прямо сейчас. Развернусь. Возьму карту. Интересненько, интересненько. Сколько существ на столе? Скажите, пожалуйста. У меня два. У меня два. Один. Что там такое интересное? Очень интересная карта. Я хочу сыграть изначально. Кощунственный акт? Изначально. Изначально. В дальнее странствие, оно позволяет мне поискать еще лес. Точнее, не лес, а землю. Не лес. Не лес. Именно так. Правая отдушина? Это не лес. Не лес? Что так, что так? Антарк? Хадди. Дро? Лес заход. Я хочу разыграть. Хочу начать двигать идею свою. И хочу разыграть красно-синий меч. Да. Который имеет защиту от красного и синего. Да. И я хочу его экипировать. Нагадемота? Да. Красно-синий меч. Плохо. Плохо для меня. Я хочу дать тебе две жизни, Виолетта. Спасибо. И дать Филдогрифу полет. О, нет. И хочу ударить тебя на семь. Потому что мой командир прокачался от экзал туда. Он ударил меня. Да. И это семь командирского. Одна, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У меня триггер от меча. Я хочу ударить тебе в лицо. Мне? Что? И подрвать карту. Вау. Все. Я передал. Возьмем карточку за ход. Разыграю землю. Который внезапно только что подрагал. Так. И, наверное, пришло время идти в атаку. Улететь в атаку элементарем. И манифестом. Манифест пойдет в атаку на... Артура? Ну, потому что я Никита уже обижал. Да. Вот. У вас одинаковое количество жизней. А элементарь пойдет на Виолетту в атаку. Потому что Виолетт явно опасный. А он летает. Я ничего не могу с этим упрямлять. Да? Я получаю. Да. Получается. И я передам ход. Ну, вот сейчас бы самое время брудеклада еще раз покастить. Но акт. Там акт. Там точно акт. Я развернусь. И возьму карточку. И мне нужно что-то, что-то с вами сделать. Раз вы такие лилые. Я положу, я ищу поляну. У меня маленький товарищ. Один-один эльф. Один-один эльф. Добавлю три красные манахи. Разыграем исущего слава. Можно? Да. Да. Лев, ваше слово. Можно. Триггеры. У меня среди релиз две чарки. За такого я нанесу два урона в любую цель. И я думаю, что это будет... Там у тебя карта, да, под Мунифестом ты ее заберешь? Нет, это не Уген. Тогда у Мунифест. Это был Сигнет. Я возьму карту за то, что разыгралась существовала силы 4 или больше. И я думаю, что схожу в атаку. Тогда прежде чем ты пойдешь в атаку, я просто тебе для протокола скажу, что... Расскажет, что происходит за столом, по-моему. Нет, я просто для протокола скажу, что я в атаку тебя в следующий ход не пойду. Ого, через один. У меня тут два атака еще. Нет, типа просто как информация. Просто именно в следующий ход точно в тебя не пойду. Почему? Просто мне абсолютно не интересно тебе идти в следующий ход. И я в смысле... Ты можешь атаковать меня, но просто тебя как информация. Это не сделка. Хорошо. Я подниму тебя в атаку. Это просто... Да? Окей. На 8. Конечно. Ну так, просто комплимент. Я в тебя точно не пойду в атаку. Да, да. Спасибо за информацию. Получай на 8. Интересно, что я все еще не хочу у тебя в атаку. И я хочу активировать способность Никол Болоса и сделать его плейнсволкером. Да, конечно. Плейнсволкер Болос. Вы помните, когда он переворачивался в стандарте? Это же самая крутая карта на свете. У меня будут, наверное, респонсы. Мы эвакуируемся. Что это значит? Нет, мы вернем всех существ в руку. Я не против. Всех-всех-всех? Всех-всех. Ох. Эвакуация мне очень сильно помогла. Мало того, что существа ближайших ходов не будут ходить в атаку, так я еще вернул себе в руку верного товарища с разгоном. На этом ход закончен. Сей? Может быть, это было зря. Развернусь. Что-то я, блин, свокер. Ты просто не прочитал, что он делает. Мало чего-то. Он сейчас будет дискарридить нас снова. То есть, это плохо. Ну да, да. Хорошо. Я снова хочу разыграть друида моего. Ух. Хочу взорвать остров, поискать остров и лес. Два леса. Повернутые. Затем за две маны я хочу сыграть ботиночки, которые позволяют чуваку прикрепленному ускоряться и получать защиту. Фигда. Я антапнусь. Возьму карту. Ну, давайте сначала мы сделаем скрайленд и предскажемся. Уберем вниз. Я хочу сыграть своего командира. Опять? Конечно. Не мудрено. И хочу все так же его обуть. Прикольно, классно. В меч. И я передал. Я развернусь. Бедьмот в мече. Я подробуюсь. Делать особенно нечего, поэтому я разыграю еще один камешек и разыграю изгнанного Повелителя Драконов. Вначале мы его шаг поддержки. Если у меня шесть или больше земель, я получаю жетон 5-5 дракона с полетом. Круто. У меня как раз шесть земель. А, я хотел, да, я буду разыгрывать бруде клада за 8 ман, потому что все равно мне делать больше ничего. Можно бруде клада? Да. Хочу в атаку. В начале твоего боя что-то происходит. В начале комбата я создам 2-1 мыра, и я могу выбрать токен под моим контролем, и все токены сделать копии того самого токена. Я сделаю мэра копии клада, у меня будет 5 кладов, и никто не пойдет в атаку, потому что ни у кого нет хосты. Ну, кроме кладов, но они не умеют в атаку. Да. И я передам хост. Я разверну все свои земельки, и лотос, и возьму карточку. Я разыграю Никол Волоса, если вы не разрешите. Снова? Снова. Again. Если он вышел на поле битвы, я попрошу вас подискарить. Ага. А куда дырка полетит? Дырка полетит вот сюда. То есть не туда. Ну ладно. Окей, я... Мне же еще один дракон будет. Согласен. Я когда? Я думаю, наверное, тоже. Да. Я хочу с кем-нибудь власть толпы. Я сброшу фрамбл. Да, Винкон, он мне еще далеко. Теперь я возьму карточку. Для возвышения. И я разыграю за 3 миллионные маны Бриады. Я схожу в атаку. В Волоса, Никита. У меня? Блоков нет. Не проходит. Прошло на 4. Угу. Я прошла на 4. И в... 3 маны я сыграю шамана. Который удешевляет с Эконом Дракона. Да, наверное, неправильно была последовательность, но... Фик с ним. Да. Входи. Почему неправильно? У тебя и так Никол Болос 3 маны стоят. Согласна. Развернусь. Возьму карту. Так, быстрый. Квашин. Акды же не взорвет его Филдогрифер? Да. Он не взорвет его Филдогрифер. Я желаю разыграть Кощуственный Акт за 3 маны. Чудюх. Мой дроид, извини, пожалуйста. Никол Болос. В одной карте вход. Иду к успеху. Передал вход. Хорошо. Что ж, Бласмос Акт не затронул моего командира. И у меня сейчас самая выгодная позиция. Я Антапович. Дроид заход. И... Хочу отправить своего командира в лицо Льва. Хорошо. Я сейчас могу сделать. Да? Тебе я. На 7, да? Да. И... Ага. Также отправлю в тебя триггер. Меча. Подробуюсь. И я хочу сыграть Зеркало Миражей. Ой, и что он делает? Зеркало Миражей. Это трики-карта, которая способна становиться копией почти всех перманентов, кроме плейнсволкеров, до конца хода за 2 маны. И... Красивое отражение. И на этом я передам. Хорошо, я развернусь. Возьму карту за ход. Я возьму синюю ману в пол и пожертвую, чтобы взять карточку. За 2 маны, за... Точнее... За 4 маны, включая ту, которая у меня осталась, я разыграю трейдинг пост. Карта, у которой 4 способности, каждый из которых стоит 1 маный поворот. Я могу перескарлить карту, чтобы получить 4 жизни. Я могу заплатить 1 жизнь, чтобы получить токены козла. Я могу пожертвовать существо, чтобы вернуть артефакт в кладбище в руку. И я могу пожертвовать артефакт, чтобы взять карту. Я активирую трейдинг пост. Пожертвую 1 сокровище, чтобы взять карточку. И я тогда разыграю за 7 маны мир баттлсферу. Считай. Когда баттлсфера выходит на поле битвы, я получаю 4 бесцветных мэра. И когда она атакует, я могу повернуть любое количество неповернутых мэра под моим контролем. Если я это делаю, то сфера получает плюс х, плюс ноль. И еще наносит х повреждений защищающемуся игроку. И на этом я передаю ход. Я развернусь. И возьму карточку. Я добавлю 3 красных маны в пул. И поставлю сокровище дракона. Каждый раз, когда дракон выходит на поле битвы, я могу положить жетон золота сюда. Я могу удалить жетон золота, взять карту. И за поворот он добавляет 1 ман любого цвета. Я разыграю несущего славу. Опять? Ну, придется. Слава пришел. Слава. Есть какие-то проблемы? Нет? Можно? Тогда триггер. Он уносит одно повреждение и одного мэра. Один мэр. И я возьму карту. Ого. И я хочу сходить в атаку. Я думаю... На льва. Хорошо. У меня нет эффектов. Будешь ли ты подстегивать? Нет, я не буду его подстегивать. 1, 2, 3, 4. Да, и только я получила один жетон за то, что у меня вышел дракон. И я хочу разыграть после атаки ритм диких. Еще ускорение. Нужно! Ускорение! Еще больше ускорения. Просто ускорение на ускорение. Я... Скорость. 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 Суперсоник Jetpack был или какой-то? Jetrocket. Пусти, пожалуйста. Который наносит повреждение. Подкид этого хода. Развернулся. До того, как ты взял карту. Супер хаста. Так, все. Со столом я больше ничего не могу делать. Но! Я могу ускоряться. Ну и как Соник, конечно. Но я желаю разыграть обновление Ниса, которое поищет мне три земли. И еще я получу семь жизней, если разрешится. Я не имею ничего против. Классно. Тебя тоже. Замечательно. Поискал одной земли каждого своего типа и передам ход. Антаб. Дро. Заход. Ландро. Ух. Ух. Самое время... Ты же не хочешь ходить на меня в атаку? И на меня? Нет, нет. Ну, слава. А меня? Ну, Никита только что семь хитов под побочью. Можно как раз мы их и срезать. Я абсолютно согласен. В смысле... Я хочу... Я желаю. Я хочу пойти в атаку, наверное, для начала. И, конечно же, я пойду в Никиту. Мне нужно распорядиться. О, Филогрей пришел обниматься. Да. Ау. Три, четыре, пять, шесть. Так. У меня триггер. Семь. Триггер меча. Я буду подрезать твоих мыров дальше. Ну, ладно. Мне очень понравилась эта идея. Я подрогаюсь за меч. Мыры прекрасные маленькие существа. Обидные совершенно. Я думал, Филогрей будет помягче. И это, ну, как минимум, 300-килограммовый биггимон. С мечом и на крыльях. У тебя мало шансов, как у всех. Мне кажется, что пора добавить немножко кантности в ситуацию. И я хочу сыграть Consul's Judgment. Ой-ой-ой. Что это такое? Мы будем голосовать. Да. Голосовать. Время политики. Consul's Judgment позволяет нам общим голосованием решить, чего мы не хотим видеть на столе. К счастью, игроки не могут голосовать за мои перманенты, но мы можем убрать самые страшные угрозы, по общему мнению. Я голосую за возвышение Тимура. Нет, я тоже проголосую за возвышение Тимура. Я проголосую за мырвал сферу. Я проголосую за мырвал сферу. Это было легко. Они изгоняются. Они изгоняются, да. И я передал. И ты передал. Вот, хорошо. Я развернусь. Возьму карточку за вход. Хорошая карточка. Она нам пригодится. Тогда я сыграю призыв неболома из кладбища. Скинув землю. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И получу себе снова неболома. И я хочу в атаку. В атаку я пойду на Никиту. Потому что он последний голосовал и проголосовал за мырвал сферу. Тебя на два. Как два пальца об асфальтном. И я передам ход. В конце твоего хода я хочу удалить жетон и взять карту. Я развернусь. У меня много земель. Красивых. А больше, чем меня. Я возьму карточку. Я активирую позолоченный лотос. И беру 3 красных ман и холл. Я активирую остальные земли. Тут достаточно, я думаю, цветов. Вот так вот. И еще одну бесцветную, чтобы разыграть своего командира. Должно быть, Виолетта очень рада разыграть своего командира. Я очень рада разыграть своего командира. Выходит ур-дракон. У нас есть два повреждения вот этому элементарю. Он получает жетон за ритм диких. 11-11. 11-11. И, соответственно, все. Я думаю, из крутого. У меня сокровищница дракона получила тоже жетон. Всего лишь осталось пойти в атаку. Осталось, да. Просто пойти в атаку. Я назначаю... Что случилось? Перед тем, как ты пойдешь в атаку, спросим, куда ты пойдешь в атаку. Потому что от этого зависит. Будет ли атака? Да? Конечно. Ну, ты, конечно, загадочный молодой человек. Думаешь, не в тебя? Думаю, что не в меня. Ты хочешь добиться элементаря экс-торта? Ну, да. Это точно я буду делать. Но если мне угрожают тем, что я могу вообще не пойти в атаку, то очень плохо. Да. Просто видишь, тут как бы ур-драгон. Он тебе сделает триггер, и это очень важно, и мы тут как бы... Да, мы тут все собрались, чтобы посмотреть на этот триггер. Да, да, да. Поэтому давай мы... Хорошо. Ну, я готова не в тебя ходить в атаку. Хорошо. И я пойду в атаку на цепле. Я пойду в двумя суставе и подстегну несущего славу, чтобы застрелить Леонидаля. Пронесло. У меня с такого триггера я возьму... Я в респонс, я съем одного мира, чтобы взять карточку. Резолвый токен. Триггеры. Я подробую две карты. Да. Раз, два. Положишь один перманент на стол. Ну, по столу он, значит, урон. Нет, 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 перманент тоже. Один только? Да, это было бы очень, очень сильно. Очень, очень сильно. Ну, это большой старший дракон. Поскольку он в атаке, я могу выложить перманент на стол. Я выложу еще одного дракона. Он выйдет с жетона плюс один, плюс один. Угу, да. И он вернет дракона из кладбища на поле битвы. И у тебя еще вот этот тоже триггер будет. Такой. Да, такой тоже будет. А, да. И его начнут при повредении. И тот дракон, который выйдет, тоже будет. Тоже, значит. Я думаю, попробуем его добить. Давай тебе при повредении нанесем. Давай тогда в респонс на этот триггер. Да. Нет, не в респонс. А кого ты выбрала там целью? У меня целью на Никол Болос. Никол Болос. Тогда в респонс на этот триггер я ур дрэгона превращу в лягушку ящерицу. Три, три. Да. Чтобы уменьшить количество твоих драконов. Потому что все эти... Дрэгон дадут. Дрэгон дадут. Дрэгон темпест. А он в какой-нибудь командирской зоне? Конечно. Куда хочешь, туда и уйдет. Так, в таком случае Дрэгон темпест, наверное, нанесет мне на одно повреждение меньше. Два повреждения. Да, два повреждения. Элементаль должен умереть в какой-то момент. И Никол Болос, видимо, должен быть. Подарь, подробуйся еще. У тебя дрэгон. Был ты подробуйся? За что? За... А, нету, нету дров, все. Нету дров, все. И поскольку такой вышел на поле битвы, я возвращаю Никол Болосу. Когда Никол Болос пришел, я наношу тоже урон по количеству дрэгонентов на столе. Дрэгонов. Дрэгонов, да. И в тебя. Опять в меня. Ну, опять в тебя. Мы пытаемся убить. Три, два, три. Хорошо. Он выходит с жетоном плюс один плюс один. Да. И все мои оппоненты должны подоскарбиться. Да. Я должен решить. Это будет венцов. Да, у тебя много. Да, макризон. И да, мне на четыре еще пришло от дракона. От дракона еще на четыре пришло, и на этом мой ход завершен. Класс. Развернусь. Как потно, как сложно. Хорошо. Поскольку, надеюсь, меня никто ничего не отменит, опять не заберет, не зажжет. Потому что я тоже буду жечь своим дракона пять-четыре. Это очень интересный дракон. Каждый раз, когда у меня земля выходит, я буду делать 0-2 защитника яйцо. И когда оно умрет, оно сделает еще драконичка маленького. Я хочу сыграть землю. Это будет гора. Гора вышла. Вышел у меня прекрасный фишка дракон-яйцо. И за оставшиеся пять маны я сыграю побег в Дикие Дебри, который позволит мне сыграть дополнительную землю, а также изгонит мне пять верхних карт, которые я могу сыграть до моего следующего хода. До конца моего следующего. Хорошая карта. Не зря что-то понятно. Я изгоняю несколько земелек очень хороших, красивеньких. И циклоне крив. Жаль, что ты там. Хорошо, что он загнаний. Очень жаль. Надо убить тебя на следующий хода. Еще я бы хотел, чтобы этого не делали. Хорошая новость, что я смог докопаться до нужных мне земель. Плохая новость, этот циклонический разлом. Да, карта хорошая. Она в данном случае может мне вполне себе даже помочь. Но я не хотел ее показывать всем. Сейчас, пока я абсолютно беззащитен, на меня будут все смотреть и как на угрозу. А мне этого не надо. Это пока что у меня будет в изгнании. Я из изгнания хочу разыграть лесистое пригорье. У меня произойдет триггер, и у меня сделается еще одна фишка. После чего я хочу взорвать его. С лесистого пригорья я положил себе шокланд. Вилет, я очень вижу много у тебя драконов. Боишься? Давай так. Я помогу тебе избавиться от Артура, но ты не убиваешь меня в свой ход следующий и позволишь мне разыграть склонник лифта. Ну а ты не поможешь без Артура. Ну я помогу тебе. Давай попробуем. Класс. Отлично. Передал. Конечно. Ну что началось? Нормально же играли. Сложно, сложно. Придется выкручиваться. Untap? Тяжело, когда нет ресурсов, которые тоже могли бы это как-то помочь. С тобой не хочешь говорить. Ты даже можешь не смотреть в мою сторону, Артур. Я понимаю. Я все понимаю прекрасно. Один мэр, и тот не летает. Придется разбираться с этим самому. Я разыграю Masterwork of Engine Unity, который выйдет как копия моего меча. И я прикреплю его к своему командиру. Угу. 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 Окей. Я хочу... В атаку? Угу. На кого? Виолетта. Тебе на 9 командирского. Угу. А ты дал полет с вами? Он... А у меня защита от... Синего и красного. Да. Я ничего не могу с этим поделать. Но у тебя есть лягушка. Да, у меня есть лягушка в сайте говоря. Уууу. Спасибо, Лег. За подарок. Я поблокирую лягушку. Ах... Лягушку я проглядел. Но... Благо это поправимо. О, Лев. Передаю тебе привет и спасибо за лягушку. Да, конечно. Тогда я... Трампл дай. Ну конечно придется. Придется. Нет, я... Я все... Тут все очень плохо стало. Тогда да. Неправильно все посчитал. Ну ладно. Конечно. Я дам трампл и... Давай тебе, Лев, дам спирита за эту... Активацию способности. Не спирита, а гипо. Я дам тебе гипо за активацию своей способности. Это 1-1 гипо. Он какого цвета? Он зеленый. Получается ты заблокировала 3 дамага. 3 дамага заблокировала. И в тебя пришло на 6. На 6. Да. 1-2-3-4-5-6. А, это будет... 13 командирского. Угу. И... У меня два триггера. Да. Угу. Ох, я бы хотел отстрелить твоих драконов, но у них... Ты можешь несущего Слау только. Но он и так же какой-то. Нет, я уверен, что я отстрелю дракона Никиты, который собирается костить Циклоник в свой ход. Да, это правда. Да. И я подробую две карты. Угу. Я передал. Угу. Хорошо, я развернусь. Возьму карточку заход. Это веселая карточка, но она никак не спасает ничего. Я съем последнего мыра, чтобы взять карточку. И поскольку эта карточка вряд ли мне чем-то поможет, я разыграю... Киора Бест и Сигат. Ого. Ты делаешь вначале восемь восемь кракена. Да, я делаю хэкспруфного кракена восемь восемь. Два. Три. Четыре. Пять. Угу. И на этом я готов передать. И я тогда в конце этого хода повернулся проще дракона под одну карту. Угу. Угу. И возможно в этот же момент, пока у меня есть свободная мана, я сыграю графию убийцы. Тебя мечи не напрягают? Тебя напрягают именно Киора Бест и Сигат? Ну, я боюсь, что, как бы, с мечами я еще долго не справлюсь. И, естественно, мой один, то, ну, ты со вторым. То есть он так или иначе останется. А вот, ну, эта вещь может очень сильно меня... Хорошо. Я получу базовую землю растапанную? Да, да, да. Растапанную базовую землю. Хух. Окей. Мне повезло, что Виолетта решила не целить мой меч трофеем. Потому что, если бы она это сделала, после вероятного циклоника, я бы потерял оба. Я нашел остров на поле битвы. Повернутый перегон. Я развернулась. Что же будет? Что же будет? Из-за лакарты. Я думаю, что сразу поставлю трех. И теперь нужно пойти в Атаму. Я добавляю три красные маны в пол. Да. Я добавляю еще красные и еще синие в пол. За пять маны я сыграю такого дракона. Он выйдет с жетоном последний на нем. И когда он выйдет, я хочу нанести три повреждения. Да. Три повреждения в тебя, Артур. Да. Я разыграю еще одного дракона за четыре маны. Он выйдет с жетоном последний на нем. Что он делает? Он наносит повреждения по количеству драконов на моем столе. Куда? Четыре, да? Сейчас скажу. Сначала мне чарка сдвигается. Да. И я нанесу два, три, четыре, пять в тебя. Да. И еще пять. И еще пять. Тоже в лицо? Да. Тогда будет респонс. Давай. На оба триггера. Да. Если ты их все поцелила в меня. Да. У тебя... Там именно по иксу, да? Угу. Да. Ох, как я не хотел этого делать. Ну ладно, что поделаешь. Звучит огражающе. Ты защи... Ты говори, защити тебя? Нет. Я скачу Mystic Confluence. И верну тебе в руку... Давай... Чарджера. Вот этих двоих. И... Болос. Мне кажется, болос, да, самый такой... Либо болос, либо несущую славу. Несущую славу. Несущую славу. Ничего не делаю. Болос подсказывает нас. Мистик Confluence. Ну... Что из вас не делаешь? Что из вас не делаешь? Возвращай... А! Mystic Confluence. Instant запят маны. Можно выбрать один из трех режимов в любом количестве. Либо развернуть... Либо взять карточку, либо вернуть его счету в руку, либо отконтрить заклинание, если только его контрольным не заплатит три. Да. И я тебе возвращаю трех кричей в руку. И можно выбрать три раза. Ты выбрал таких двух драконов и... да. Да. Ну что ж, Виолетта. Ты же не думала, что я так просто сдамся. Хорошо. Триггер и в меня получается по два раза. Да. По два дамага. Да. Четыре. Окей. Тогда я бы... Угу. Я хочу в атаку. Да. Я пойду вот так на тебя. Да. На пять. Угу. И я закончу с этим ходом. Окей. Разворачиваю. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Мастерски. Взял карту за ход. Интересненько. Так. Я все еще могу разыграть одну землю отсюда. Но я думаю, это имеет не смысл сделать после того, как я разыграю своего командира. Амнат на выходе позволит мне выстрелить из гипотатамчика. На один. После чего каждый раз, когда у меня земля выходит, она выйдет сейчас. Термил Морейн, который позволит мне его снова пожертвовать и найти еще земельку. Земельпад играет С. Амнат положит на себя жетон. Я возьму карту, поскольку у меня больше, чем восемь земель. Ну и получается, да, что у меня раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь. Семь маны есть. Я хочу сыграть в циклоне крик пока у меня есть шанс. С оверлордом это позволит мне сохранить мой стол, но вернет весь стол оппонентов в руки. Да? Да. Я пожертвую. К сожалению. Угу. Возьму карту. Возьму. Получу три маны. Да. Синие, одну. Красную. Да. Все, берем. Ладно. Пришла пора выполнять свою часть сделки. Слушай, начать что-то делать. Путь какой-то веки. За одну ману последнюю я хочу нацепить на Амната буци, что позволит ему иметь хасу, ускорение и проче устойчивость. Угу. И поскольку у меня есть защитники, я хочу пойти в атаку на… Ох, зря. Зря, зря, зря. Четыре команды из них. Ходи. Окей, я антапнусь. Это похоже на помощь? Да, да, неплохо. Подробуйся. Давай попробуем закончить это. Я сыграю Tespian Stage в заход. Который позволяет копировать еще земель. Сыграю Mox Ember. Угу. Окей. Окей. Я играю своего командира. И… Играю снова красно-синий меч. Угу. Экипирую его и передаю ход. Угу. Свет. Я развернусь. Возьму карту заход. И начну восстанавливать свой борт. У меня будет Soul Ring. С Soul Ring придет… Февер Стоун. С Февер Стоуна и… Этого придет… Сигнет. За… За три… За четыре маны придет трейдинг хост. Угу. 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 И… На этом, видимо, все. Я передам ход. Никита купил себе дополнительный ход с Циклоником. Ничего такого. Я развернусь. Возьму карточку. И… Значит, мы тоже восстанавливаем свой стол. Я за пять маны положу позолоченный лотос. У меня останется еще девять… Ой, семь. Да. У меня будет еще семь маны. Я за три разноцветных хочу разыграть День Диких. Угу. За три красных я хочу сыграть Драгон Темпест. У меня еще две маны останутся. Ну, подожди, пожалуйста. Ты не хочешь? Я думаю, что тебе лучше иметь птичку, чем Драгон Темпест. Угу. Да. На таком этапе игры. Угу. Слонцом – карта, которая отменяет заклинания. Хорошо. У меня все равно осталась еще одна мана пулей. И… Я думаю, что пришло время скатиться. Я сброшу пять карт. Угу. Угу. Хорошо. Тогда я развернусь. Как себя я хорошо чувствую. Просто чудесно. Давайте, погнали! Начался мой ход. У меня полно маны и не угрозы на горизонте. Это мой звездный час. Это мой взрывной ход. Я играю обитую корнями скалу. Это у меня землепад. Положится жетон на обнато и возьмется еще картишка. За шесть маны я хочу сыграть Зеленого Стража Мурасы, который на выходе позволит мне вернуть любую карту из кладбища. Я хочу вернуть вакуум командования. Хорошо. Я хочу за три маны разыграть эльфа, которая позволит мне поискать еще одну дополнительную землю. Я достал остров и землепад у меня работает на обнато. Я на него положу жетон и возьму еще дополнительную карту. Очень интересно. Это еще одна земля. Я хочу за две маны разыграть Сакро Драй Белдер, который я могу пожертвовать, чтобы поискать еще одну базовую землю. Да. И Лев, извини, пожалуйста, но я в тебя пойду в атаку. На сколько? На шесть. На шесть. У него какая-то защита есть? Да, у него хэкспруф. Тогда я заплачу одну жизнь, создам козла. Е козел. И козлой по блоку. Да. Да, так работает. Все, передал. Окей. Я антаплюсь. Второй заход. Я верну копию меча на стол. И обуюсь. И у меня будет девять дамага в Виолетту командирских, которые... Если меня никто не спасет, то меня точно не учатся не делать. Получается, что так. Угу. Получается, что у тебя нет блокеров, поскольку у меня защита от синего. И тебе на девять, что двадцать два командирского. Конечно, получилось отстойно, что Никита не убил Артура в свой ход. Это было то, но что я рассчитывала и то, для чего я заключила этот договор. Обидно было умереть на следующий же ход. Но я понимаю, почему Никита меня не спас. Я как демон, который владел душой Лилианы. У меня два триггера. Думаю, что самое время начать разбирать борт Никиты. И я хочу отстрелить тебе вот такого друга и одного защитника. Вместо него выйдет битовый щитокон. А, тогда нет. Тогда нет. Ну, давай... Так вот, тоже нельзя отстреливать. Ужас. Давай, Никит, я тебе... Все, четыре блицота. Хорошо. Давай так. Я подробую две. Тапнутый шок. Если что, я могу со стуканем. И я сыграю сенсейский топ. Топ — очень хороший артефакт, который позволяет мне контролировать мой топдек и выискивать ответы и дровать их. Я хочу сказать Ghostly Prison. Угу. Тебя сложнее будет пойти в атаку. Да. И, наверное, передам ход. Я взял карточку. Я разыгрываю призыв неболома из кладбища. Я дискаржу остров. Хочу две, четыре, пять, шесть, семь маны. И получаю еще один жетанчик. И я передаю ход. Хорошо. В конце тогда хода я хочу пожертвовать Сакула Трейболтер, а также земелька свою, чтобы поискать две базовые земли. У меня вышло две земли, так что Амнат подрос еще на два. И я взял еще две карты. Теперь начинается мой ход. Давай я сыграю Тлеющую Поляну. Амнат подрос. Сделал еще карту. Я хочу разыграть Всадника Пламени. Это элементарь, которая позволяет мне за две маны дать плюс один к атаке всем моим существам и ускорение. Также у него еще есть эффект на выходе, но я его решил не использовать. Я хочу дать своим существам ускорение до конца хода и плюс один к атаке. Амнат и Всадник Пламени пойдет на Артура. Зеленый Страш Мурасы пойдет на Льва. Четыре маны я доплачу за Гослипризность, чтобы отковали Амнат и Всадник Пламени. Я посижу в тапе. Окей. Ну себя я уже спасти не могу, поэтому я помогу немного Льву и верну твоего атакера в руку. Спасибо. И я умер. Да. После этого я хочу передать ход. В конце твоего хода я заплачу одну жизнь и создам козу. Я развернулся, беру карточку. Сначала хочу атаку. Угу. У тебя существует опять с полетом. С полетом. Да. Я, к сожалению, блокировать не могу. Значит, ты получаешь... Пять рома? На пять. Да. После этого я снова разыграю Призыв Неболома. Я сброшу Зеркальный водоем. Угу. Сплачу семь маны. Получу еще одного элементаря. И передам ход. Хорошо. Тогда начало моего хода. Да. Я развернусь. У меня очень много маны опять. Я хочу вернуть Зеленого Стража Мурасы. Да. Четыре, пять, шесть. Четыре, пять, шесть. Когда он выходит, я могу вернуть Циклоне Крифт в руку. Да. Затем я хочу за семь маны разыграть его. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Помог я тебе. Будут респонсы? Угу. Сколько у тебя маны осталось? Насколько большие твои существа? У меня существа 9-9, 1-1, 6-5, 5-4 и три открытые маны. Среди них, которые относимые. То есть на меня может пойти в атаку 10, 12, 19 и еще шесть. 15 и еще шесть. 25. Это очень много. Это очень много. Ну давайте попробуем в Респонс. Когда я попробую активировать трейдинг пост. Угу. Я пожертвую артефакт. Наверное, это будет Феверстоун. Попробую найти какой-нибудь ответ. Циклоне Крифт разрешился. Угу. И все вернул мне в руку. Затем я хочу пойти в атаку. Угу. Я за две маны активирую способность всадника пламени. Так, Казиона Старшмураса тоже получил ускорение. И все пойдут в тебя. Поздравляю. Угу. 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 Ну я скажу, что я одманутся мужчинами трагически брошенным. Я отдала всех своих драконов для того, чтобы справиться с каждой части мне угрозой. Угу. 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 Всем пока. Пока. Угу. 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 Угу.